21.00 в украинской столице вы смотрите итоговый выпуск новостей в программе наше время сегодня расскажем противовоздушная оборона украины один из главных вопросов встречи глав мид стран большой семерки как союзники объединяют усилия чтобы восполнить украинский арсенал крайне важно чтобы все друзья и сторонники украины максимально приложили усилия чтобы предоставить украине все что ей нужно соединенные штаты америки великобритания объявили новые санкции против ирана ограничения коснуться причастных производства ударных дронов типа шахет цель срыв военной помощи украине в германии разоблачили двух российских агентов которые планировали диверсии на военно-транспортных путях ферга органы безопасности предотвратили возможные диверсии которые были направлены на то чтобы повлиять на нашу военную помощь украине роскошь но поддельная россияне после ухода западных брендов покупают контрафакт как это влияет на производство которое по словам кремлевских властей полностью обеспечивает страну украине срочно нужны дополнительной системе противовоздушной обороны патриот и сам тим они помогут защититься от российского террора об этом завел глава внешнеполитического ведомства украины дмитрий кулеба перед встречей министр иностранных дел джейс севен в италии и во время переговоров с американским госсекретарем энтони блинкиным кулеба добавил что речь шла о совместных глобальных усилиях направленных на предоставление украине больше систем противовоздушной обороны патриот и ракет к ним как можно быстрее также глава мид украины и госсекретарь ша отметили острую необходимость принять американским конгрессом дополнительного пакета помощи для украины сегодня здесь главным образом для того чтобы поговорить о предоставлении украине большего количества систем пвои ракет и g7 имеет возможность сделать это g7 принимает некоторые экстраординарные решения g7 заинтересована в защите мира который защищает украина от нападения россии единственный вопрос стоящий в моей повестке дня на министерской встречи большой семерки это противовоздушная оборона и по понятным причинам роль сша в вопросе пво является основополагающей я также хотел бы призвать членов палаты представителей поддержать дополнение которое в буквальном смысле без преувеличения поможет спасти украинцев от российских ракетных атак в этот момент крайне важно чтобы все друзья и сторонники украины максимально приложили усилия чтобы предоставить украине все что ей нужно чтобы продолжать эффективно защищаться от этой российской агрессии для соединенных штатов это означает принятие дополнительного запроса на дополнительный бюджет который президент сделал для украины я бы просто напомнил насколько велика заинтересованность соединенных штатов успехи украины если путину позволят действовать безнаказанно мы знаем что он не остановится на украине и мы можем смело прогнозировать что его агрессия продолжится другие потенциальные агрессоры по всему миру примут это к сведению и развяжут свою собственную агрессию и у нас будет мир конфликтов а не мир мира и безопасности в свою очередь генеральный секретарь нато ян столтенберг в рамках встречи министр иностранных дел стран большой семерки заявил что приветствует предстоящие голосования конгресса сша за пакет помощи украине в размере 61 миллиарда долларов кроме того столтенберг поддержал недавние финансовые обязательства нидерландов и дании и объявление германии поставки новой ракетной батареи патриот для украины мы прорабатываем возможность отправки большего количества батарей патриот в украину мы ведем диалог с некоторыми конкретными странами но еще раз подчеркну что батареи патриот имеет решающее значение поскольку они самые современные они могут сбивать современные баллистические ракеты особенно гиперзвуковые российские ракеты ракеты кинжал могут быть сбиты батареями патриот поэтому они так важны но важны и другие системы насом с амрам о ст и многие другие системы поэтому мы работаем союзниками и над созданием большего количества других систем в свою очередь верховный представитель европейского союза по международным делам политики безопасности жозе баррель подчеркнул что помощь украине должна быть немедленная европейский союз не должен полагаться исключительно на сша в ближайшие дни должны быть приняты конкретные решения чтобы направить в украину больше средств в пво мы не можем полагаться только на сша мы должны взять на себя ответственность и перестать говорить о сша сделает все мы должны сделать у нас есть патриоты у нас есть системы противоракетной обороны мы должны на всякий случай подготовить их и отправить в украину где идет война я уверен что мы это сделаем но делать это надо быстро европейском союзе формируется коалиция по ускоренной поставки в украину систем пво таких договоренностей удалось достичь ряду стран в ходе саммита лидеров ес в брюсселе который длился два дня кроме того на мероприятии согласовали ускорить доставку оружия в частности речь идет об артиллерийских боеприпасах и ракетах а сам эти ключевом и о ключевом для украины решением узнавала специальный корреспондент телеканала freedom в европе виталий сизов европейский союз будет искать дополнительные возможности для обеспечения украины средствами противовоздушной обороны такие итоги встречи лидеров стран членов ес которая завершилась сегодня в брюсселе вчера во время открытия саммита перед его участниками выступил президент украины владимир зеленский он призвал помочь усилить противовоздушную оборону украины так как многие страны ес и нато сделали это во время последней ракетной атаки ирана против израиля здесь в украине в нашей части европы к сожалению нет того уровня защиты который мы все видели на ближнем востоке несколько дней назад когда благодаря объединенным силам союзников им удалось сбить почти все ракеты и беспилотники атаковавший израиль мы по-прежнему убеждены что нам необходимо защитить европу от баллистических ракет и шахедов от крылатых ракет и бомб как это произошло в небе израиля и других странах региона наше украинское небо и небо наших соседей заслуживают одинакового уровня безопасности союзники украины услышали этот призыв украинского президента и нашли несколько путей как отправить дополнительные системы патриот в украину фактически страны европейского союза планирует запустить инициативу по поставке пво аналогичную чешской инициативе по поставке снарядов у германии есть эта инициатива по противовоздушной обороне и я считаю что она может работать аналогично чешской инициативе чтобы мы могли покупать за пределами ес то что необходимо украине когда мы не можем найти это в евросоюзе союзники прогнозируют что дополнительная помощь для укрепления украинской противовоздушной обороны поступит в украину в течение нескольких недель это не вопрос месяцев это вопрос дни и недель очень важно чтобы мы выполняли свои обещания я могу заверить вас что все заинтересованные стороны все действующие лица делают все возможное чтобы ускориться и приложить больше усилий вы знаете что за очень короткий период времени мы увеличили наши оборонные возможности с точки зрения производства и производственных мощностей но этого недостаточно нам нужно сделать больше и мы также стремимся к тому чтобы использовать все имеющиеся запасы особенно в области систем пво европейские союзники украины в очередной раз находят способ помочь украинской армии справиться с новыми вызовами признавая что безопасность украины сейчас главный приоритет для европейского союза и системы пво в харькове киеве одессе защищают безопасность объединенной европы лучше чем если бы они были размещены в нидерландах или бельгии украинская оборонная промышленность в апреле впервые произведет 10 самоходных артиллерийских установок богдана об этом сообщил президент украины владимир зеленский как обетил глава государства доля украинского военного производства постоянно растет правительство заключает все больше контрактов с отечественными предприятиями подробнее зеленский рассказал в своем вечернем обращении селектор ключевым доповеди селектор ключевые отчеты главком по фронту нашим операциям и результатам министр обороны по поставкам оружия техники и коммуникации с партнерами были важные результаты нашего внутреннего оборонного производства в частности удалось увеличить количество богдан который мы делаем ежемесячно уже до 10 в месяц это хороший результат в общем в производстве оружия есть положительные вещи особенно мы ценим все что касается производства дронов и снарядов я неизменно благодарен каждой компании каждому производителю обеспечивающему наши силы обороны и безопасности украины всем необходимым главком в ссо александр сэски и министр обороны страны и рустам умеров проинспектировали новые образцы вооружения и техники украинского производства среди новинок модернизированная бмп-1 тс и бронемашина ансела также сырскому и умерову представили шестиколесную бронемашину название которая пока держится в секрете этот образец разгоняется до 100 километров в час помещает 8 пехотинцев способен выдержать обстрел бронебойными патронами и взрыв заряда весом до 10 килограмм ну и далее расскажем о ситуации на фронте и сводки генерального штаба вооруженных сил украины кадры пуска ракет по аэродрому оккупированного россии джанкоя показали силы обороны украины в результате ударов по российским объектам в оккупированном крыму в ссу удалось уничтожить четыре пусковые установки противника зерка с-400 три радиолокационные станции пункт управления средствами пво и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством фундамент м в данном конкретном случае есть серьезный результат огромнейший виде повторной детонации а повторной детонации вот на это видео говорит о том что взрывалась что-то очень большое точно не фундук точно не финики нельзя сказать что попали в склад с финиками серьезный военный серьезный склад военного назначения и теперь этого военного в российской федерации стало на порядок меньше по данным британской разведки неблагоприятная ситуация с безопасностью в крыму а также активность украинских морских дронов вынудили россию спрятать свой флот в новороссийске россия вывела большую часть своих кораблей и подводных лодок из севастополя дальше на восток в новороссийск с момента отстранения командующего черноморским флотом в марте 2024 года флот проявлял наименьшую активность с начала войны черноморский флот почти наверняка останется рядом с новороссийском чтобы предотвратить украинское нападение с моря из сообщения разведки минобороны великобритании горение 9 единиц российской техники на запорожском направлении показали украинские разведчики катастрофические потери заставили противника прекратить свою атаку кроме того бойцам гуру удалось поразить полевой склад боеприпасов захватчиков всего за текущие сутки вдоль линии фронта произошло 71 боевое столкновение сообщили в генеральном штабе вооруженных сил украины российские оккупанты атаковали также на лиманском бахмутском авдеевском новопавловском и ореховском направлениях особенно активно захватчики наступают на часов ярда неской области здесь они 17 раз пытались прорвать украинскую оборону но успеха не имели данный момент за оценками российских оккупантов кроме тактических успехов продвижение в районе часа в яране господствующие высоты за вооруженными силами украины а именно господствующие высоты дают возможность вооруженным силам украины контролируют значительные территории оккупированных районов донецкой области они только районы непосредственно рядом сейчас авиара в районе села крынки херсонской области на левом берегу днепра российские оккупанты 7 раз атаковали украинский плацдарм все штурмы завершились для захватчиков неудачей также на юге украинские пограничники уничтожили лодку противника для этого оказалось достаточно одного сброса снаряда с дрона общие потери армии российской федерации с 24 февраля 2022 года превысили 456 тысяч 960 военных за прошедшие сутки ликвидировано 910 российских оккупантов вместе с личным составом украинские защитники уничтожают и технику противника в ссу подбили 3 российских танка 8 бронемашин 13 артсистем и 5 беспилотников благодаря украинским военным захватчики также недосчитались 36 единиц автомобильной и спецтехники граница украины с беларусью под надежным замком круглосуточно она воде и на суше за ситуацией там следят украинские пограничники для патрулирования водной акватории используются катера соответствующие кадры показали в погранслужбе страны ведомстве добавили что в случае обнаружения подозрительной активности готовы привлечь дополнительные силы и средства в компании производители системы арестип обещали передать украине еще одну остановку об этом сообщило немецкое издание бильд как отметил руководитель оружейной фирмы гельмут раух поставка нового комплекса ожидается в течение ближайших недель дания стала первой страной которая закупит оружие для в ссу украинских производителей недавно дания выделила новый пакет помощи украине и часть денег потратят на оружие которое будут производить украинские компании сообщил министр по опросам стратегических отраслей промышленности украины александр камышин речь идет о 28 с половиной миллионах долларов ведомстве точнее что это первое пока беспрецедентное решение когда изделия военного назначения для сил обороны закупаются у украинских производителей за средства другого государства министр также подчеркнул что способность украинского пк составляет около 20 миллиардов долларов но при этом украина имеет лишь 6 на закупку оружия разведывательные попула и 3 миллиона евро на эфи в дроны международные партнеры пообещали начать поставки украине различных модификаций беспилотников что именно отправят украине далее в сюжете поставка тысяч беспилотников разных модификаций для украины таким стал результат внеочередного заседания коалиции дронов пять стран приняли решение объединить усилия чтобы украина получила крупную партию беспилотников разного предназначения в список попали дроны разведчики многоцелевые бпл а ударные а также fpv в частности канада летом начнет передачу 450 многоцелевых беспилотников sky рейнджер р-70 в своем классе он считается чуть ли не лучшим в мире оборудованный качественной оптикой канадский дрон может нести грузы весом до трех с половиной килограмм это мультикоптерный вариант дрона который позволяет делать много выполнять много функций как разведывать так допустим и может ввести полезную нагрузку для скидывания на вражеские позиции зависимости от скажем так задач также sky рейнджер может вести наблюдение за позициями или производить корректировку огня при этом самостоятельно без обратного канала связи с пилотом а соответственно оставаясь неподвладным вражеским комплексом реб также литва выделит 3 миллиона евро на производство fpv дронов для украины при средней стоимости около 500 долларов за единицу речь идет о 6 тысячах беспилотников немаловажный для украины фактор это время поставок и в вопросе производства fpv задержек с этим быть не должно если мы говорим о fpv дроне который производится с комплектующих то есть мы говорим о закупке комплектующих на эту сумму и допустим там произведение fpv дронов то на самом деле сборка одного fpv дрона занимает немного времени я думаю что в принципе мы можем говорить что там допустим за месяц могут произвести полное количество также нидерланды вместе с дании и германией собираются выкупить для всу беспилотники хейдран на сумму 200 миллионов евро при стоимости одного в 140 тысяч долларов киев получит около полутора тысяч западных дронов разведчиков боевой радиус у него около 30 километров и скорость в районе 55 километров в час поэтому можем говорить о том что допустим это будет хорошим разведчиком на низких высотах для того чтобы скажем так наводить артиллерию наводить те же самые бпла и по их пиви по ударные поэтому на самом деле то есть это как хороший разведчик в свою очередь германия передаст украине беспилотники вектор 211 это также дрон разведчик который может находиться в воздухе до трех часов и выполнять задания на расстоянии до 30 километров его главным преимуществом является бесшумная работа и вертикальный взлет это вот как раз таки крыло с мультикоптерным возможностью взлета на вертикальной что позволяет ему взлетать в каких угодно ограниченных условиях то есть мы можем говорить с крыши то есть там не надо катапульты не надо там запускать с руки при этом говорят аналитики беспилотная война лишь набирает оборотов сейчас союзники стараются отправлять украине дроны разного функционала чтобы в сом смогли выработать оптимальную тактику применения бпл а в германии разоблачили двух российских агентов которые ввели наблюдения за американскими базами на территории фрг и планировали диверсии на военно-транспортных путях федеральный генеральный прокурор арестовал двух подозреваемых планировавших диверсионные операции по заказу российских спецслужб и их целью был срыв военной помощи украине министерство иностранных дел германии после инцидента вызвали российского посла в евреф мы обвиняем одного из задержанных в том что он согласился совершить диверсии в германии против военной инфраструктуры и промышленных объектов готовясь к этой акции этот подозреваемый уже разведал несколько потенциальных целей и по нашим данным он передал собранную им информацию лицу связанному с российской разведкой или секретной службой наши органы безопасности предотвратили возможные диверсии которые были направлены на то чтобы повлиять на нашу военную помощь украине и подорвать ее это особенно серьезный случай предполагаемой агентурной деятельности преступного режима путина мы продолжим препятствовать планам подобных угроз финляндии предполагают что российские олигархи у которых есть недвижимость в стране могут сотрудничать с разведкой российской федерации председатель комитета обороны финского парламента юка копра отметил что россияне годами скупали различные виды собственности финляндии что по оценке контрразведки может составлять и представлять угрозу для нацбезопасности страны государственный департамент сша призвал грузию не принимать скандальный законопроект о прозрачности иностранного влияния а в европарламенте заявили что этот документ ставит под угрозу евроатлантическую интеграцию страны по мнению евродепутатов так называемый закон об инагентах это удар по гражданскому обществу государства мы глубоко обеспокоены повторным внесением правящей партии грузии законопроекта о прозрачности иностранного влияния этот закон который вчера прошел первое чтение в парламенте является атакой на независимые сми и гражданское общество это несовместимо с ценностями и демократическими принципами ес противоречит стремлением грузии к членству в ес и ставит под угрозу евроатлантическую интеграцию страны и совместного заявления депутатов европарламента тем временем в тбилиси третий день продолжаются протесты в связи с принятием так называемого закона об иноагентах в первом чтении демонстранты требовали от правительства отозвать законопроект однако должной реакции не добились теперь участники митинга опросят встречи с премьер-министром страны контрафакты подделки наводнили россию граждане желая сэкономить после обвала рубля массово переходят на неоригинальные товары как это было в 90-е годы прошлого столетия также после ухода западных брендов купить качественную одежду и обувь технику и даже автомобили теперь проблематично по данным российских сми копии и аналоги заняли уже почти половину рынка подробнее об этом расскажем сюжете рынок подделок он растет не поднял по часам роскошь но поддельная россияне после ухода из страны западных брендов покупают себе копии товаров явление массовое сейчас главное сэкономить на фото в сети полные стеллажи парфюма на деле встреча на улице и единственный продукт наличии продавец не скрывает из оригинального в наборе только название под заказ готова предоставить любую марку у ароматов совсем ничего общего более того реплика скорее по запаху напоминает какой-то обычный клубничный сироп за счет государства которое ищет способы обходить санкции в россии возник рост импорта в 2023 году больше ввозили машин и оборудование из потребительских сфер вырос только импорт одежды и обуви основной поставщик как и в 90-е китай прислали поделку вы прикиньте туда смотреть нечего это вообще просто вместо магазинов ушедших из россии появляются новые продавцы но их продукция далеко не всегда такого же качества желающих купить подобный товар немного доллар и инфляция поднимают цены на все товары в том числе и на одежду но потребитель то помнит старые цены и думает что вот эта майка стоила тысячу рублей а теперь сменилось название магазина и она стала стоить полторы такие перемены мало кому понравится популярными становятся точки где можно приобрести одежду с бирками люксовых брендов но без знака качества верхняя одежда премиум и сегмента люкс класса может вас документы какие-то есть да все есть может покажете бренды какие у вас это не брендовые одежды это какой странный магазин комиссионный треть рынка спортивной обуви в россии сейчас состоит из подделок чем более паленые кроссы тем больше надписей adidas на них и даже размерчики хотя на оригинале нет вообще ничего просто рельеф и все швы все косые кривые с какими-то косяками дырки не по линии тут все не по линии вот это что вообще такое импортные автомобили теперь в основном китайские ранее их было около 14 процентов на российском рынке теперь свыше 40 проблемы с управлением автомобилей из приложения и мелкие глюки они все равно будут присутствовать компрессор подкачки водительского сиденья на периодик сиденья водительского пассажирского также замена выходит из строя пневмобаллоны сейчас наговорил да уже пневмобаллоны уже замена была серьезно черная машина у нас уехала недавно стойка под замену пробег какой до 10 тысяч количество подделок самый яркий показатель возвращения россии в лихие девяностые мы с подделками сталкиваемся приблизительно раз в неделю к примеру каждый пятый опрошенный по исследование международной сети автосервисов фит сервис столкнулся с покупкой неоригинальных запчастей чаще всего встречается контрафактное моторное масло свечи зажигания фильтра а также детали подвески и рулевого управления по данным российской таможни в 2023 году было зафиксировано 5 миллионов единиц контрафакта детские игрушки одежда парфюмерия техника на каждой оригинальной продукции должен быть срок годности а на этой сыворотке его нет таможня не сможет отличить оригинальный ботинок от контрафактного они же коробку не будут скрывать то есть как они поймут если по документам идет какой-то известный бренд значит это он поскольку бумаги подготовлены правильно от низкого качества импортируемых товаров и их недостатка страдает не только российское население но и производство которое по словам кремлевских властей полностью обеспечивает страну по факту многие заводы и фабрики простаивают экономя свои ресурсы соединенные штаты америки великобритания объявили новые санкции против ирана ограничение введенное связи с недавней атакой тегерана на израиль коснуться 16 человек и двух организаций причастных производству ударных дронов типа шахет также ша внесли санкционный список 5 фирм которые поставляют иранской компании комплектующие для производства стали в инонезии большое извержение вулкана руанг 725 бенровый вулкан выбрасывает в небо пепел и дым на высоту более двух километров авиасообщение остановлено уже произошло пять извержений за последние несколько суток по меньшей мере 11 с половиной тысяч человек эвакуируют вулканологи обеспокоены что часть горы может обрушиться в море и вызвать цунами как это произошло во время предыдущего извержения 1871 году сообщается что в случае цунами волны могут достичь 25 метров инонезийское вулканологическое агентство повысило уровень опасности до 4 это самое высокое специалисты также расширили зону отчуждения вокруг кратера с 4 до 6 километров российские войска используют террористическую тактику повторных ракетных ударов по украинским городам жертвами подобных атак часто становятся сотрудники экстренных служб один из таких случаев произошел в одессе тогда 8 спасателей получили ранения и двое погибли в тот день сотрудники одного из управления государственной службы чрезвычайных ситуаций приехали на место ракетного удара тушили пожар и спасали людей и российская армия совершила повторную атаку со спасателями которые выжили после удара пообщались наши журналисты это фото с украинским спасателем александром донцовым который попал под повторный удар путинских террористов в миг облетела многие мировые медиа момент взрыва и свои действия сразу после удара мужчина помнит чуть ли не посекундно буквально вот может секунд пять буквально может секунд пять вот как я говорил как самолет садится такой гул как на посадку и просто секунды две и я вижу и прозвучал взрыв волна этого огня и осколки полетели на нас разлетелись как говорят как шахматы от ракетного удара спасатель получил ранение средней тяжести более двух недель александр провел в больнице сам перед собой осколочные поранения в первую очередь это были осколочные ранения ожог степень не помню но у меня очень погорели руки лицо лицо уже спасибо врачам все сделали заживает осколки меня оперировали уже достали сейчас александр уже идет на поправку восстанавливаться ему помогают родные друзья спасатель надеется что уже через несколько недель вернется в строй я хочу повернуться я повернусь я хочу вернуться я вернусь и буду дальше исполнять свои обязанности 15 марта в одессе во время повторного российского ракетного удара пострадало восемь спасателей двое из которых не пережили атаку однако сейчас трое огнеборцев полностью восстановившись вернулись на службу время проведенное в больнице и общее горе еще сильнее сплотила и без того дружный спасательный отряд бата звенки поступало много звонков было мне на телефон потому что родственники моих подчиненных переживали за них кому-то успевал отвечать кому-то нет также в тот день погиб фельдшер экстренной скорой помощи напомним всего от ракетного удара 15 марта в одессе погибло более 30 людей еще 70 получили ранения разной степени тяжести для атаки на рекреационную зону россия использовала баллистические ракеты выпущены из территории временно оккупированного крыма все актуальные новости всегда для вас доступны в телеграм-канале freedom если вы еще не подписаны на него сканируйте код на экране и переходите по ссылке чтобы оставаться в курсе самого важного это были новости сегодняшнего дня ну а далее не переключайтесь в эфире телеканала freedom продолжится разбираться во всех нюансах текущих новостей с гостями нашей студии мои коллеги Лейла Мамедова и Валерий Клименко оставайтесь freedom и спасибо вам за доверие спасибо вам за просмотр